Всем привет, друзья! В этом видео хочу рассказать историю выбора одного автомобиля. Мой друг Тимур, у него есть Toyota Land Cruiser 100, но в городе на нем ездить не очень комфортно, поэтому он решил купить машину для города с возможностью выезжать на трассу. Это, предположительно, седан. И вот сейчас подробности, какие машины он рассматривает, сколько он готов на это потратить, мы сейчас все узнаем у Тимура. Тимур, привет! Привет, друзья! Как дела? Все отлично, как сам? Супер! Так, давай расскажем людям про твой выбор автомобилей. Я знаю, что ты хочешь купить седан, но вот не знаю пока, какие модели и что ты будешь выбирать. Да, действительно, я себе сейчас ищу автомобиль, седан для комфортного городского передвижения для своей семьи. Для этого я выделил из семейного бюджета 30 тысяч долларов и около 12 миллионов тенге, и изучил, что у нас, в принципе, есть на рынке. Я рассмотрел, я в итоге, 4 автомобиля. Toyota Camry, Skoda Superb, Hyundai Sonata и Chevrolet Malibu. Как истинный казах, я, естественно, в первую очередь отправился за Toyota Camry. За 12,5 миллионов тенге будет машина с мотором 2,5 литра, автоматом и самой базовой комплектацией. Из всех плюсов, которые там есть, как бы это смешно не звучало, я выделил для себя только беспроводную зарядку. Следующий автомобиль Skoda Superb, который я посмотрел. Данного автомобиля нет в наличии и будет только через 5 месяцев. Машина мне нужна сейчас, поэтому я сразу вычеркнул из своего списка. Но еще по цене у Superb она дороже выходит. Все верно, Skoda Superb начинается от 13,3 или 13,4 миллиона тенге, что почти на миллион тенге больше моего бюджета. При этом это будет первая комплектация с 2-х литровым мотором на автомате. Поэтому, исходя из всего вышесказанного, я просто отказался от этой машины. Третья машина, которую я посмотрел, была Hyundai Sonata. Машина была в хорошей комплектации. То есть там были камеры кругового обзора, мониторинг слепых зон, беспроводная зарядка, мотор 2,5 литра. Но дизайн, вот знаешь, дизайн прям вот спорный. Я боюсь, что родственники меня просто не поймут. Плюс ко всему, выбрав эту комплектацию за 12,5 миллионов тенге, мне пришлось бы ждать порядка одного месяца. То есть машины нет наличия и надо подождать. Да, именно так. То есть опять ожидания. Как ты дошел до Малибу? Потому что машина-то новая и про нее вообще мало кто знает. В Chevrolet Malibu, в принципе, эту машину я даже изначально не рассматриваю. Не было в моем списке. Но увидев рекламу, я все-таки решил поехать в дилерский центр и посмотреть, что это за автомобиль. За 12,5 миллионов это будет максимальная комплектация из возможных с панорамной крышей, с заводским дистанционным запуском двигателя и самым мощным мотором среди одноклассников. Ты знаешь, что у меня есть ланг-крузер 100, он такой тихоходный корабль. А все-таки иногда охота прихватить с ветерком и этот мотор действительно дает эти ощущения, дарит, что у тебя есть запас мощности, что ты можешь, нажав педальку, прокатиться с ветерком. Никого из конкурентов этого нет. И это меня, если честно, очень сильно подкупило. И в итоге на каком автомобиле ты сделал свой выбор? Подумав о всем, сравнив все варианты, цены, комплектации, наличие, я остановил свой выбор на Chevrolet Malibu. Все-таки машина очень новая для казахстанского рынка, что меня подкупает, потому что дизайн нейтральный, интересный. Плюс ко всему у этого автомобиля есть программа льготного кредитования 4%. И я думаю, для кого-то это может стать решающим фактором при покупке автомобиля. А почему ты не добавил в свой список Kia Optima? Kia Optima, конечно же, я сразу думал рассмотреть ее, но приехав в дилерский центр, ее там не оказалось, как и неизвестна дата ее поступления. Поэтому рассматривать то, чего нет и неизвестно когда будет, я не могу. Итак, краткое резюме. Тимур отказался от Toyota Camry, потому что за 12,5 миллионов тенге это будет автомобиль с двигателем 2.5 и в самой базовой комплектации. Skoda Superb стоит дороже и машин нет в наличии, а у Hyundai Sonata спорный дизайн. Поэтому Тимур сделал свой выбор в пользу Chevrolet Malibu, который за 12,5 миллионов тенге, в отличие от перечисленных машин, будет в самой топовой комплектации. Плюс у Malibu самый мощный двигатель среди одноклассников. Ну и как приятное дополнение, так как Malibu собирается в Казахстане, то его можно купить по программе льготного кредитования. Напишите в комментариях, какой бы автомобиль выбрали вы, исходя из вышеперечисленных доводов. А на этом у меня все. С вами был Диас. До встречи в новом видео. Продолжение следует...